Каст матча, а там если вдруг какая инфа появится, какие-то вопросы, то вернёмся к интерактиву. По пику. Ниндзи в пижамах. Взяли Даззла и Акса и наверняка отправят его в сложную. Тролль Варлорд будет фармить у нас лёгкую. Скорее всего это персонаж для ЭРР. И вообще у нас кроме Тролля никем не играет последние три игры, которые я наблюдаю. Дизраптор. Также в пике Ниндзи в пижамах. Ну и надо ещё одного мидлайн героя выбрать. Клауда забанили Никс Ассасина, а я думаю надо было банить кого-то из мид героев. Того же Шторм Спирита или Квапу или Темплар Ассасин. Клауда взяли себе очень крутого керри героя. Очень крутого. Вот Фантом Ланцер это прям невывозимый персонаж. Если дадут расформиться, то Фантом Ланцер должен в принципе всех смести. Но с другой стороны на ранних левелах можно в принципе и контрить данного героя. Есть Зевс, есть Скоро Смак, Феникс. Всего в принципе предостаточно. Надо с оффлейном разобраться. Команде Клауд Найн на мидлейн я думаю отправится у нас Зевс. Феникса вряд ли отправят на оффлейн соло. Хотя и саппорт тоже наверное не помешает. Если Феникс вдруг у нас пойдёт оффлейн, то... То надо ещё один саппорт на линию Фантом Ланцеру. Нет, нужен мидер. Зевс может у нас и посаппортить, кстати. Может быть появится мидер в составе команды Клауд Найн сейчас увидим. Тут собственно не погадаешь. Палочка, спасибо огромное. Всё хорошо, ты отличный стример. Всё хорошо, ты отличный зритель. Совместный стрим с кем-нибудь? Это конечно это подарок был бы для меня, совместный стрим с кем-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой! Всё-всё-всё, потом о совместных стримах. Хускар для эры! Профессиональная дота Хускар. Что случилось? Верните всё как было. Хускар врывается у нас в данный пик. И Эра забирает себе его. А лимп будет у нас на тролль в Варлорде. Так лимпу и надо. Пусть он теперь на этой переснятии не играет. А Нотейл забирает Шейкера. Фата будет на Зевсе играть в мидлейне. Фантом Ланцер будет фармить у нас лёгкую Скайлосмаг Феникс. Уже вообще меня это не интересует. Вот Хускар у нас играет в пике команды Ниндзи в пижамах. И Эра, который фармит, который в итоге дерётся и выходит в лейт, будет отыгрывать на данном персонаже. И очень-очень-очень интересно на всё это посмотреть. Касательно совместного стрима с кем-нибудь. Стримеров пока что в нашей студии более кроме меня нет. Ну и пока что перспективы такой тоже не наблюдается. Если вдруг у кого-то есть крутые вводы, и вы чувствуете, что у вас есть и желание, и возможность стримить, и вы считаете, что созрели для этого дела, то присылайте вводы к нам на Gmail наш. Он под Твичом. Ну или в группу ВКонтакте. Там я в администраторах. Пишите мне. Будем это всё обсуждать. Стримить вдвоём всегда интересно, но и гораздо легче, чем стримить одному. А я это делаю уже третий месяц. Вот. Я не против совсем стрима с кем-то совместно. Но единственное, что... Надо человек, который мог бы кастить самостоятельно. Просто стримить через Skype с неизвестными людьми до этого момента. Это не тот вариант. На него я не подпишусь. К сожалению, так пока что сделать нельзя. Вот. Поэтому, если у вас уже есть вводы, если вы пробовали стримить, если у вас есть какие-то навыки или хотя бы понимание того, что вы готовы это делать хорошо и на должном уровне, то присылайте примеры своих работ. Потому что только так можно понять, что человек, ну, шарит в данном деле. Касательно... Неоднократно спрашивали люди насчёт стримов по Skype. Я прекрасно понимаю, что есть уверенность в собственных силах. У всех и у меня она была. И я думал, что мог по Skype влететь в любой из стримов и там рассказать всем и каждому и затмить вообще основного стримера. Это всё, в принципе, имеется. Но как только доходит до самого дела, как только надо открывать рот на фоне дота-экрана, сразу куда-то пропадают слова. Поэтому, если в одиночку вы не пробовали стримить, сами не отстримили хотя бы один матч или хотя бы один какой-то серьёзный кусок большой по таймингу, не переоценивайте возможности для первого раза. Постарайтесь потренироваться, попробовать, прочекать два-три раза, пять-шесть раз, десять раз, пока не будете сами более-менее довольны собственным кастом. И только тогда уже можно начинать стримить. Но это так. Это просто отсебячина, отсебятина и помощь тем, кто собирается начать. Это нелёгкое дело. Дело и правда нелёгкое и требует колоссальную затрату сил, времени, энергии, средств. Ну, я думаю, те, кто пытались стримить, понимают, о чём идёт речь. Ну что, у нас драки пока ещё не начинались. Команды размениваются только по хеллспоинтам. Фантом Лансер стоит у нас на топ-лейне и уже здесь встречается с Эрой. Хускар должен накалять ПЛа нон-стоп вообще. Эра у нас скачается через Бёрнинг Спир и, понятное дело, что через пассивку. Ну, где-то скоро появится и хилка от Эры. Ну что, Эра-то проседает по ХП, ловит Фессуру и должны забирать его. Фёст Блад для Этернал Энви. Клауда забирают Эру на Хускаре. Доигрался наш красавчик. Фёст Блад для команды Клауд Найн. По золоту Клауда выходят вперёд. 300 по голде, по Экспе сравниваются с Непами, Непы немножко были впереди. Эра у нас такое ощущение, что на Хускаре не играл. У Эры как-то не очень дела. Две минуты, ну и только четыре даже... Да, четыре крипа добил у нас Эра. Три пачки крипов прошло и одну из них всего лишь забрал Эра. Ну да, он здесь отвлекался сильно на ПЛа, но это не оправдание. ПЛ-то у нас в итоге 9-2 идёт. Ещё и килл на Хускаре сделал. Зевс в это время забирает лимпа на мид-лейне. И везде у нас присутствует Шейкер. Но Тейл на Шейкере фактически организовал вообще всё преимущество команды Клауд Найн на раннем этапе. Бон Севена загоняет здесь Йонусом Фан на сложный. Стоит, терпит, горит у нас Бон Севен, теряет хеллспойнты и сейчас ещё и отъедет у нас Бон Севен. Хоть кого-то бы забрать. Бон Севен у нас на лоу ХП. Крип есть для Бон Севена. Йонусом Фан 13 на 3 на данный момент. А Феникс 12 на 2. Так вообще отлично фармит Феникс на самом деле. Хускару мечтать можно у таких крипстатах. 9 на 2 только-только у Хускара. У Фантом Лансера в это время тоже 9 на 2. По-моему, это РНЛН немножко обороты подсдал, как бы потом не наказали его за это. И понимаете, что одинаково нафармленный Фантом Лансер и Хускар это вообще неравноценные вещи. У нас на лоу ХП Тролль Варлорд. На мид-лейне опять здесь присутствовал Биг Дэдди. Если бы не Нотейл, вообще бы у нас команда Нип Горя не знала. Здесь то Шейкер то на топ-лейне, то на мид-лейне постоянно всех накаляет. Мизери уходит отсюда, Шейкера сейчас не было. Чтобы помочь своему тиммейту. В итоге Мизери у нас уходит, хилится под Фонтан. Йонасом Фан на Нотейла. Ну, хоть и этот парень сможет у нас остановить Биг Дэдди. Бон Севен пришел рассказать. Говорит, там вообще жесть, не подходи на лайн. Там просто чокнутый абсолютно Акс. Ну, так и есть. Йонасом Фан вообще тут никого не признает. Маны нет. Да, маны. Не только маны. Тут и Берсеркер Коул вообще не вкачан ни в 1. Баттлхангер в 2. И Контр Хеликс у нас в 3 для Йонаса Фана. Могут его раскатить, в принципе. Фессура пошла по Аксу. И уже недалеко у нас Мизери. Будут загонять здесь, как я понимаю, Акса. Фата. Нижнюю, верхнюю. Сейчас будет по Йонасу Фану. Должны забирать. Зев забирает третий фраг для команды Клауд Найн. Нипы, по-моему, подздали. Что там с Эрой? 18 на 7 у Эры. И обгоняет он Этернал Энви. Тут Этернал Энви черти чем занимается. Вообще без ХП, без какого-то, видимо, видения дальнейшего фарма. И как вообще выходить здесь в нормальные артефакты. Эра обгоняет у нас уже по фарму Пейла. В это время Ноутейла наказали. 3-1. Становится счет у Акса. Появляется шестой левел. Каллинг Блейд есть, поэтому цеплять можно и дальше. Тауэр почти спушили уже Нипы на нижнем лайне. Но это все благодаря тому, что Йонасу Фан постоянно загонял нас Боун Севена. Идет дальше Йонасу Фан. Пилит Боун Севена. Можно здесь и разультиться будет уже. Сандерстрайк от Хэндскина. Где Глимс? Глимса нету. Кстати, Йонасу Фан должен убивать Боун Севена. Если успеет добежать. Но должен успевать. Поджигает здесь Мизери. Разворачивается Йонасу Фан за Мизери. Аркан Болт есть у Мизери, но не успеет его провязать. Дальше за Боун Севена. Акс у нас делает удачный. Вполне килл. 4-2 становится счет. Лимб на мид лейне. Терпит от Фаты и от Биг Дэди. Где там Эра? У Эры 24 на 13. Фантом Лансер печальный абсолютно. Отправляется на нижний лайн. 15 на 2. Вот Эра у нас и стал наконец-то в ряды. Крутых фармящих героев. На второе место отправляется у нас Эра. Спорит здесь с Фатой и Йонасом Фаном по фарму. Нипы перефармливают своих оппонентов. Причем достаточно серьезно. Это по крипам, по крипстатам. Но с другой стороны у Клауд Найн побольше киллов. В Инвизиакс Берсеркер Кол не качал. Сейчас будет 7-й левел. Должен бы уже в принципе Йонасом Фаном прокачать данный скил. Он более чем полезен. Да, есть 7-й левел. Качает Берсеркер Кол на себя. Двоих попытается стянуть здесь Йонасом Фан. Агрит на себя Фату. Недалеко у нас Силкит. Фату поджигают. Фата отсюда уходит. Верхняя по Йонасом Фану. У Фаты есть ульта. Через 6 секунд точнее она будет. За Йонасом Фаном будут его гнать. Но здесь Грейв на нем. Подхилят. И подсаппортят. Выживает в итоге Акс. Уходит. А зачем это надо было? Фата понадеялся, что убьет в итоге Акса. Ничего не получилось. Там недалеко был Дазл. У Дазла была мана. О чем можно было думать вообще? Ноутейл. Лимпу. Фессура в лицо. И Фата заберет здесь весь фарм. Но это его лес. Теперь это его лес. Лимп, бедняжка. Стакл, стакл. Формил, формил. Ничего в итоге не наформил. Ноутейл бежит дальше. Готов дать фессуру. Опять у нас в мейн керри команды. Ниндзи в пижамах. Еще и здесь стаки забирает команда Клауд Найн. Не жалеет ничего. Ни ХП, ни МП. Фата кучу фарма здесь вынес. То же самое и Бон 7. И Биг Дэди у нас прилично себя чувствует. По золоту Клауда должны быть впереди. Порядка 800 выигрывают Клауда. По экспириенсу Нипы впереди. 600 для них. Эра в это время фармит. У Эры 38 на 2 уже. Совсем чуть-чуть остается до армлета. Осталось только Блэйдсу Фатак купить у нас. Хускар от команды Ниндзи в пижамах. Эра отсюда без... Без Мордигана. Ёлнир я сказал. Без Мордигана, конечно. Без Мордигана отсюда Хускар не уйдет. Сил Кит подтягивается к Эри. Непонятно, кстати, зачем. Так, Дизраптора у нас в это время убили. Но Ноутейл просто у нас жжет в этой игре. Три асиста, один килл самостоятельный. Йонасом Фан видит здесь Ноутейлы. Должен агрить на себя. Тотем ловит у нас Йонасом Фан и бежать. Шейкер на ура вообще отыгрывает. Биг Дэди на мидлейн. Если кто-то подставится, развалят. Лимб отсюда уходит. Понимает, что Шейкер прощать здесь Фессурой не будет. Если уже в четырех фрагах участвовал у нас Шейкер, то и в пятом без вопросов поучаствует. Ульта пошла от Зевса. Опять в никуда. Хотя нет, Шейкер здесь Дизраптора приговорил. И лимб на лоу хп. Лимб в итоге уходит. Живой, правда, но очень сильно битый. У Эры появляется Мордиган. Ждем врывов. Есть, в принципе, лайфбрейк. Здесь в три вкачан уже огненные стрелы. Пока что не качал здесь ахилку у Эры. Зато пассивка в четыре. У Эры огромное количество демеджа сейчас будет. Если вдруг в кого-то влетит. Ну ахилка это такое. Это дело наживное. Т1 в это время внизу для команды Клоуна развалился. Ну что-то как-то странненько. Десять с лишним минут сыграли. Всего лишь восемь фрагов было сделано. И то, если бы не присутствовал Нотейл у нас на карте, никто вообще никого бы не трогал и не убивал. Дая's middle tower is under attack. Йонасон фан на лоу хп здесь не уходит отсюда никуда Акс. По Биг Дэди старался ультануть. У Биг Дэди больше хп, чем Акс того хотел. В итоге 7-2 становится счет. Клауд Найн продолжают давить. Они по золоту выигрывают 2000. По экспириенсу в ноль. Скатились Нипы, хотя были достаточно уверены впереди. У Хускара после Армлета ничего нового не появилось. 300 по голде есть для Эры. Ну и почти 9-й левел для Эры. Посмотрим, может на Бон Севена выйдет сейчас Хускар. Бон Севена есть и Карус Дайв, и Супернова. Вряд ли Эра будет здесь, в принципе, ультить. Феникса это было бы лишним. И Бон Севен улетает у нас на мидлейн. Нет, на мидлейн у нас улетает Биг Дэди. Бон Севен улетает на собственный фонтан. Фата будут стараться здесь ловить. Хэнд Скин, где Глимс? Глимсует у нас назад Зевса. Ну и развалили в итоге Зевса. И у нас он фан забирает третий килл для себя. Еще и Киллинг Сприт отобрал у Фаты. Ну, 400 по золоту для Акса. В данном файте более чем хорошо. Напомню еще раз, на кону выход в гранд-финал. Команда, которая здесь проиграет, вылетает из турнира. И бороться не будет за выход на Лан. То есть, квалификация европейская подходит уже к завершающей стадии. Это предпоследний матч на сегодня. Правда, следующий матч будет в формате Best of 3. Но, тем не менее, участвовать там будет две команды. И одна уже ждет своих оппонентов. Это Team Secret. А вторая, кто будет играть там, решается вот в этом матче. Eternal Envy. Полторы тысячи на руках. Ничего не фармит. Толком по артефактам серьезного. Ну так, по мелочи. Прикупил себе Аквилу. Купил себе Бутсов Спид. Боттл. Ну и Пурмен Шилд. Больше, в принципе, ничего. У Фаты есть 2 200 на руках. Так, Рошан у нас падает для команды Ниндзи в пижамах. Эра. На лоу ХП здесь, но, в принципе, живой. Эре надо прокачать... Хилку. То Эра действительно у нас терпит, терпит, еще раз терпит. Да, ХП регент здесь и сам по себе неплохой, но с хилкой, вы прекрасно понимаете, совсем другая история. У Эры сейчас в руке, кстати, уйма дэмэджа. Четвертая пассивка. Ему снесли давно дэмэдж. Меньше половины. Просто стоит и бьет крипов. Никуда Эра пока не врывался. У него есть Аэгис. Можно попробовать разменять его хотя бы на кого-то или на что-то. На Тавра только снизу выходили Нипы. Отлично. Нажмите еще и на паузу. Ладно, давайте... Так. Спайкс за секунды, тогда я вернусь. Пауза. Так, вот давайте по артефактам пробежимся. У Йонуса Мфана есть вангвард. 1200 на руках. Аксу еще тысячу с копейками собирает до даггера у Хускара. Появляется Мордип Маск. Это все после Армлета. Я думаю, для Эры будет Доминатор, скорее всего. Хотя, может, и Мом появится. Да, диковато, конечно, но почему бы нет. У Дазла... Ничего, собственно, здесь не имеется. У Тролль Варлорда... Фейс Буцы, Аквила и Мордип Маск. Ну и для Дизраптора ничего, кроме Транквилл, пока что нет. Фатом Лансер, на котором играет Этернал Ленвип. Из серьезных артефактов появляется Бутс оф Тревел. ПЛ какой-то не такой. Зевс у нас с даггером. Есть Солринг для Фаты. У Шейкера до даггера совсем чуть-чуть осталось. Биг Дэдди готов у нас врываться. Пошла фиссура, в принципе, ни в кого. И Биг Дэдди лучше бы отсюда уйти. Сейчас убьют его, и вообще ничего не останется у него. Глимсует назад у нас Биг Дэдди. В Кинетик Филд его закрыли. Эхо слэм от Шейкера. Шейкер, скорее всего, здесь умирает. Еще один удар Шейкеру мертвый. Хускар забирает этот фраг. Ну и готов Эра идти врываться. Этера стоит, сбивает себе ХП благодаря Тауэру. Тауэр должны сносить. Посмотрим, как Эра у нас контролит Хускара. Интересно посмотреть. Да, через Армлет все у Эры хорошо получается. Что теперь? Все время будет кликать Армлет здесь Эра, как я понимаю. ХП-реген достаточно мощный у нас для Хускара. Да, Эра дальше у нас контролит Мордиган. Все у него классно получается. Если не подожгут Эру, то в принципе не должен умирать. Все круто. Эра у нас шарит вообще. Эра у нас профессиональный игрок. Еще раз. И что? И просто два лайна чисто на характере у нас Эра продавил. Все, пошел уже Виталити здесь второго левела. Теперь у Эры неплохой ХП-реген. 36,6 в секунду. 36,6. Все у Эры в порядке. Погоня пошла за Силкидом. Должен забирать его Этернал Энви. Грейв есть, если что, в принципе, у Дазла. На хайграунд, наверное, не успеет забежать. Ну и подсейва никакого. В итоге забирают здесь Дазла. Нет, не забирают. Этернал Энви. Быстрее отсюда бежать. Силкид выживает в итоге. Какие-то драки, ну не то что смазанные, а вообще какие-то антидота какая-то у нас. Ну и контроль Омлета у Эры очень крутой. Два тавера разменяли на один контроль Эрного Омлета. Зевс уже 1400 имеет на руках. После Солу Ринга Аркан Бутсов. Ну, скорее всего, у Зевса будет появляться Бладстоун. По факту. И Йонасом Фан окнет от себя кучу иллюзий. Иллюзии мертвые. Фантом Лансер отсюда убегает. Тернал Энви Йонасом Фан отцеплять не будет. У Акса есть Даггер. У Акса есть Вангвард. Поэтому не по шансам здесь Фантом Лансеру драться. Тем более с одними Бутсов Тревел. Больше ничего у нас для ПЛ пока что нет. Т1 падает на мид лейне. Нимпы продолжают давить. Они проигрывают по фрагам, но при этом умудряются мясом задавить команду Клауд Найн. Эра продолжает здесь омлетить на всю. Радиантные структуки фортификации. Еще и Даггер появляется для Хускара. Реген, кстати, для Хускара тоже здесь. Ну что, их оставим. Пошел у нас от Биг Дэди. Хэнски на лоу ХП. Пошла супер нова от команды Клауд Найн. Разбегаются все, кому только можно. Где Эра? Эра у нас дерется против Биг Дэди. Эра начинает настреливать по Биг Дэди. И Эра в итоге. Где он? Эра живой здесь. Но Эру не должны отпускать отсюда. Тут Армлетом, в принципе, не сильно поиграешь. Ну и вот вам Армлет, Эра. Нимпы теряют пятерых игроков. 14-6. Были почти в ноль. Сейчас 2,5 по голде. Вообще, по итогам этого файта, 2,200. Заработали Клауд Найн. По ХП 4,900. Только одного Шекера потеряли. Но опять же, Биг Дэди полностью раскастовался. Но Эра решил небольшой паб здесь устроить. У него есть Даггер, Мурдипмаск и Армлет. И думал, что на этом, в принципе, все сыграно. Нет, так не случилось. Этернал Энви у нас возвращает в Кинетик Филд. И под стадик штормом у нас здесь Фантом Ланцер. Развалили. Нимпы нашли, чем отомстить. Ведь забрали мейнкерри команды Клауд Найн. Но если мейнкерри будет так сливаться, кто у нас вообще кого будет убивать? Яша готова для Фантом Ланцера. Есть рецепт на Манта Стайл. Осталось еще собирать и собирать до Ultimate Arbar. ПЛ просто несчастный. 8000 по Нетворсу, но все это в артефактах не отображается. У Акса 1500 после известных уже нам артефактов. У Феникса появляется Hand of Medas. Ну и Бон Севен погибает здесь вот Йонасом Фана. Не пы поодиночке, конечно, сильнее. Да, они там развалились. Благодаря раскасту команды Клауд Найн. Но это опять же, это просто их ошибка. Иэра там заигрался немножко с Армлетом. И вообще все подставились под Феникс Сан. Ихо Слэм очень крутой был от Биг Дэдди. Если так вместе не собираться, больше четырех, то в принципе не особую-то проблему представляет команда Клауд Найн. Пока Пейл не выформлен, можно драться. И Нипы должны это прекрасно понимать. Появляется Яша, уже прилетает у нас к Этернал Энви. Ну и еще полторы тысячи собирать до... до Манта Стайла. Ну, Эри, я думаю, здесь надо какой-то под сейв. Потому что Армлет Армлетом, но когда тебя поджигают, там в принципе Армлетом не поиграешься. И опять же, Батл... Тот же, тот же, тот же ульт от Феникса. Или какой-то Сайленс от Скайрос Мага. Иера может у нас погибнуть очень быстро вместе к Флеере. Пошел врыв Этернал Энви. Йонасом Фанна здесь, скорее всего, развалят. Убивают Йонасом Фанна втроем. Мизери забирает данный фраг. И Келлинг Спри уже для Мизери. 3-1-7 идет саппорт команды Клауд Найн. По золоту Клауда 3 с копейками. По Экспе тоже 3 тысячи в пользу С9. ЕУ у Феникса появляется постепенно. Остается совсем немножко тут до Сейдж Маск Бун Севену. Ну а так, в принципе, все будет уже готово. Фантом Лансер до сих пор без Манта Стайла. Ну, надо собираться вместе к команде Клауд Найн. Надо драться. Надо как-то Эру пытаться контрить. Эра ведь может выформить. У него могут появиться серьезные артефакты. Эра сейчас уже неплохо себя чувствует. Да, Хускар не такой особо сильный герой для фарма. Но и Хускару не так много вещей требуется, чтобы разваливать команду соперника. Пошел под сейв Т2 на топе. Хэндскин. Есть Глимс. Фату, скорее всего, вернут. Ну и Фата у нас уже с Бладстоуном смог засуицидиться. Мизери тоже здесь ловят. Мизери погибает. Под фидела команда Клауд Найн. Нипы могут и додавить, в принципе, своих оппонентов. В итоге одного акса потеряли здесь под Т2. Лим фармит. Эра вообще сюда не приходил, не умирал. Эра фармит на мидлейне. У него 2.300 на руках уже. 2.450 даже. Думаю, Сенжин Яша для Эры вообще великолепно зашел бы все-таки. Хускару скорость бега необходима. Да и ХП лишним никогда не бывает. Ну или Блэк Кинг Бар для Эры. Тоже хороший вариант. Монта Стайл на Фантом Лайцере наконец-то появляется. У Шейкера есть даггер. 1300 сверху для Биг Дэди. И непонятно, во что вообще здесь выходить в итоге Шейкеру. Возможно появится Аганим. Нет, Форст Тафф скорее всего тарит себе. Ноутейл приобретает Стапу Физа Три. Нипы. Юзают Смок на собственном Секрет Шопе. Готови выйти, как я понимаю, на команду Клауд Найн. Обходят через лес своих оппонентов. Здесь чуть было Берсеркер Кол не провязал Акс. Чуть не спалился вообще на иллюзии. Зевс ультанул. И ни в кого вообще ультанул Зевс. Теперь понятно, что команда Нип где-то что-то задумала. Где-то не под Инвизом. В итоге видят здесь Силкида, который разбивает у нас во рты. И пойдут ли на Роху. Да, Смок провязали Клауда. Готовы драться на Рошане. Смотрим на врывы Бонсе. Он должен залетать на хэкграунд. Ставить там Феникс Сан. Поднимают ветра у нас... Поднимают ветра у нас Эра. Эра будет в Стане. Эра у нас в Стане. Хэндскин разваливается под Мистик Флэйром. Эра под Грейвом. Так бей же, Эра. Иначе зачем тебе нужен Грейв? Эра в итоге у нас разваливается. Недоконтролил. Силкида тоже гонят. Этернал Энви. Дальше за Силкидом. Голуби в спину у нас Силкид. Минус 4 делает команда Клауд Найн. 22-11. Фата уже Викед Сик. У него есть Бладстоун. У него есть Обливиан Став. И скоро появится Рефреш Рор для Фаты. И в итоге он становится просто-напросто бесполезным Эра. В файте его не почувствовали ни капли. Просто подняли ветра и развалили. И Эра у нас... Эра у нас ошибся. Это можно об этом 100% говорить. Фата за Йонсом Фаном. Дальше не полез. Хотя... Нет, Даггер очень нескоро. А вот теперь можно и забрать у нас. В итоге Йонсом Фана. Ульта от Зевса. И Викед Сик. Для... Эм... Фаты. Уже плюс 10 зарядов в Бладстоуне. Плюс 10, в смысле. Если от 0 считать, конечно. А так 2 зарядов в Бладстоуне после покупки. Хотя и Денайлс у нас Зевс. Мы это видели. Поэтому заряды только-только начали накапливаться. Ну а что Эра? Эра вроде как по вниманию... Ну... Внимание привлёк данным пиком. Ну вот реализация очень сильно хромает. 1-3 идёт Хускар. Он 14-го левела. В общем-то и по левелу неплохо себя чувствует. А с другой стороны, что Хускар 14-го левела делает Фантом Ланцеру 17-го? Я не знаю. У Пэйла уже почти 3000 на руках. А у Хускара есть Блинк. Скайлосмага. Поймал здесь Хэнтскин. Глимс назад будет ли? Да, глимсует у нас Статик Шторм. Мизери развалился. Дизраптор просто через Ультра разобрал у нас Скайлосмага. Счёт становится 23-12. Фраги одиночные. Фраги простые. Абсолютно драки затянутые. Скука смертная. Ну, у нас на кону выход в Гранд Финал. Поэтому привыкайте, что делать. Появляется для Фаты Персик и рецепт на Рефрэшер Орб. Зевс у нас уже с Рефрэшер Бом. Ульта одна пошла от Фаты. Пока что не юзал Рефрэшер Орб. А на кой пёс эта ульта была проюзана? Непонятно тогда. Просто Зевс решил немножечко пошалить. В итоге Фата никого не забирает. И даже толком и не надамажил никого. Потому что ульта-то была одна. Рефрэшер Орб вроде как как раз для двух ультов. Для хорошего Раскаста делается. Но на всякий случай решил Фата. Вдруг попёрло бы. Будет ли Аганим от него покупаться? Пока неизвестно. 640 два раза. По-моему очень неплохо. При том что Раскаст от команды Клауд Найн. Очень часто массовый. За счёт Шейкера. За счёт Феникса. И за счёт Скаря с магом. А у Е-дэмэдж очень крутой залетает. Ну и может быть Аганим будет не лишним как раз для Зевса. А всех остальных. Кто там не умрёт от магии. Добьёт с руки Фантом Лансер. Рецепт на БКБ появляется на Эре. Осталось совсем чуть-чуть нафармить дом Огр Клаба. Ну Клауда не хотят драться. А Нипы не могут драться. Собственно стоят и терпят. Обе команды пока что никаких вменяемых массовых выходов друг на друга не совершали. Видят здесь Фантом Лансера. А Эгис если что у Этернолы НВ есть. Провязал Манта Стайл. И сейчас нарвётся на Юнсом Фана. Ну всё очень круто. У нас и выйдет Фантом Лансер. Благодаря Доппель Гангеру. Глимсуют его назад. А Эгис скорее всего здесь Фантом Лансер потеряет. Хотя неплохо ещё пилит Хэнд Скина. ПЛ через Доппель Гангер. Хэнд Скина должен доковырять. Да, Хэнд Скин здесь умирает. Но умирает от Зевса. Годлайк уже от Фаты. Ну и дальше побежит у нас ПЛ, как я понимаю. Доппель Гангер бежать правда не за кем. Все в рассыпную как можно скорее. Одного Дизраптора разменяли на Эгис Фантом Лансера. По-моему неплохой результат. А, Ксагрид на себя Биг Дэдди. Эхо Слэма у Биг Дэдди нет. А вот фиссура с Тотемом имеется. Юнсом Фана поймали. Дали Сайвенс. Расковыряли. Клаудай ведут 26-12. По золоту Клауда выигрывают 12 тысяч. По Экспириансу 14. Тоже в пользу коллектива Клауд Найн. Давят они сильнее. Они, в принципе, здесь более-менее универсальны. А Эра как терпел, так и терпит. Если Эра сейчас не зайдет у нас как важный пик важного героя, то тогда можно писать ГГ будет в течение максимум 5-10 минут. Эра подхилил себя, готов врываться. Давайте следить. А на кого врываться, если здесь одни иллюзии? Что, собственно, делать? Непонятно вообще. В итоге почти спилили Т1 игроки команды Клауд Найн одними иллюзиями Фантом Лансера. Фата опять дают ульт. Просто, между прочим, как я понимаю, Фата постоянно клацает ульт, но ему нравится. Окей. Его личное дело. Сейчас откатятся ульты, откатится рефрешер и можно будет двойной рассказ давать Зевсу. Зевса уже 19 с половиной левел. По-моему, топ-левел на карте. Да, как и у Фантом Лансера. По Нетворсу Зевс на первом месте. 16500 для Фаты и всего лишь 15400 для Этернал Энви. Ну и дальше идет Эра от команды Ниндзи в пижамах. 10700. Провал огромнейший. Акс агрит на себя Бон Севена. Бон Севена должны здесь пытаться убить. Нет, Бон Север живет. Ставит Феникс Сан. Эра. Вот статик штормом. Биг Дэди. Фату теперь. Фата на лоу ХП. Денает сам себя. Еще 27 секунд. Не будет Фаты. Где Эра? Эра продолжает бить у нас. Всех, кого только можно. Готов здесь развалить Мизери. Мизери. Блинкаут отсюда. У Скайра с магой есть Даггер. Ой-ой-ой-ой. Не догоняет в итоге у нас Эра. Но 3 в 1 разменялись. В любом случае в пользу команды Ниндзи в пижамах. 2000 по золоту. Зарабатывают Нипы. По экспириенсу 5500 в одном файте. А здесь Фантом Лансер у нас на хайграунде команды Ниндзи в пижамах. Пэла развалили. 70 секунд его не будет. Дальше Заэра иллюзий. Ну и... Ну и что? Мид снесли. Ну и дальше на Т4 планировал пойти. У нас Этернал Энви не получилось. Ульта от Зевса. Еще раз через рефрешер Орб. Зачем Фата это делает? Непонятно. Для чего был нужен рефрешер Орб? Тоже не ясно. Два ульта. Хороший рассказ. Тут Фата я не видел. Он конечно идет гадлайк. И не мне судить. Правильно ли делает Фата или нет. Но то чтобы было два ульта подряд как-то такое не наблюдается. Спрашивается на кой тогда нужен был Т3 фрешер. Можно было одним агонимом отделаться. Возле Рошана топчется команда Ниндзи в пижамах. Тут дороги еще более минуты. Можно и дождаться пока команда Клауд Найн зайдет. Фата врывается у нас в лимпа. Лимп на лоу хп под мистик флеером умирает. Дальше. Биг Дэдди в Йонасом Фана. Стан по нему. Стадик Шторм под ноги Йонасом Фану. Хускаров. Грызается у нас в Биг Дэдди. Эра под собственным хилом. Ну и развалили Шейкера. Мизери тоже здесь умирает. Хускар дальше готов драться. Правда драться не ски. На Бон Севена прыгает Эра. Поднимают его в ветра. Бон Севен не улетает отсюда. Эра в итоге делает киллинг спри. Ну и в данном файте всего одного героя забирает. Но тем не менее. Три в один дерется. Это что? Это у нас Зевс. Это у нас на хайграунде команды Нив такое творится. Разультился у нас Зевс. Вот сейчас второй ульт. Нужен был. Ой-ой-ой, как сильно патит. В итоге Этернал Энви перед вторую сторону команды Клауд Найн. Ну и фиолетово абсолютно у нас Этернал Энви на Кинетик Филд. Благодаря Довль Гангеру можно его и вейдить. А вот и вейдить на себя. И вейдить точнее от себя Акса, который врывается и агрит на себя все твои иллюзии. И это конечно проблематично. 28-20. В итоге стоит рейнджевой барак на топе. Нет вообще бараков на мидлейнин. И Тауэр до сих пор стоит на нижнем лайне вместе с бараками. По золоту Клауда выигрывали 17 тысяч, теперь до 15 скатились. А по экспириенсу Клауда с 18 до десятки упали. Это все эти подарки, которые они только что подарили команде Ниндзи в пижамах. А Эггис наконец-то забирает себе лимб. Эра ничего от Рошана не берет. Эре надо хоть как-то укомплектоваться, я думаю, в дополнительный деф. Ну и можно подумать об... В принципе, Мордип Маск, Вампиризм 15 сейчас. А ну-ка, 17, да, по-моему? Нет, тоже 15 у Доминатора Вампиризм. Ну хоть дэмэджа побольше. А там, гляди, и в Сатаник можно будет выйти. Эра готов файтиться, видит Бон Севена. Будет ли прыгать у нас Эра? Если бы прыгнул, полетел прямо за Бон Севеном и мог бы и съесть его. 3.300 есть уже для Феникса. Даже чуть больше. Ну самое время... А Феникс у нас Ultimate Orr приобретает. Я думаю, Бон Севен будет в Хекс выходить. Фата уже Beyond Godlike, забирает Дазла. Фату здесь в лесу начинает пилить. Рефрешер пошел от Фаты. Фата второй ульт не дает. Ну и что? Минус 2 делает команда Ниндзи в пижамах. Потеряли только Дазла. Камбэк продолжается. 2.500 по золоту Нипы в Данафайте и 5.200 по Экспириенсу тоже для Ниндзи в пижамах. Графики уже к 13, где-то даже к 12 тысячам. 5 тысяч всего лишь по Экспириенсу впереди Cloud9. Но графики неумолимо движутся вниз, в сторону команды Нип. Для Пэйла появляется Скади. Пэйл бы в файтах у нас еще участвовал бы, в цены по-моему не было. Хекс появляется для Бон Севена. Очень важные артефакты для команды Cloud9 появились вот-вот. Там законтрить Кускара не так сложно в лейтгейме. Было бы желание. Ульта от Зевса. Кускар здесь в принципе фиолетовая ему на ульту от Зевса. Фантом Лансер отправляется в собственный лес. Скади для того, чтобы пофармить. Решение на миллион долларов. У Зевса есть Бладстоун и в нем 7 зарядов. После рефрешера Арба у Фаты ничего... А нет, БКБ уже лежит. Да, я думал, что Зевс у нас остановился в фарме. Ничего подобного. У Фаты уже готов в Блэкинг Бар. Лимпа здесь видят. Можно попытаться подойти. И Даггер вот-вот откатится у Зевса. И Скайграунда готовы наступать НИПы. Сейчас спустятся и увидят Клауд Найн под Смоком. Лимп пока что не видит своих оппонентов. Все увидели. Сразу же засловили Лимпа. Ноутейл бежать отсюда. Бон Севен готов файтиться. Глимцуют назад Ноутейла. Где твой Эхо Слэм? Просто не успевает дать Шекер Эхо Слэм. Ждал Ноутейл, когда его окружат. Никто его не окружал. Здесь тьма вообще иллюзий бьет. В это время Барраки улетает отсюда ПЛ. Нет, не улетает. ПЛ здесь еще. Прокликали по нему. ПЛ у нас по-прежнему на хай-граунде команды Ниндзи в пижамах. Пошел за Курьером у нас Фантом Лансер. В итоге вынужден отправиться под собственный Фонтан. 4 с копейками для Этернал Энви уже имеется. Юнусом Фан под БКБ. БКБ 10 секундный был для Акса. Убегает отсюда Зевс. А вот убежит ли отсюда Скайра Смаг, думаю, очень вряд ли. В итоге забрали Скайра Смага. Гем из него выпадает как бонус для команды Ниндзи в пижамах. Кускайра у нас уже с Мьолниром. Эра продолжает фармить. Эра на третьем месте. 19 тысяч он зарабатывает. И по экспириенсу Эра тоже у нас где-то высоко должен быть. 21 левел у Эры. 22 у Фаты. То есть с Фантом Лансером Эра идет относительно ровно. Это как по Экспе, так и по Нетворсу. Всего ничего тут проигрывает. Ну, 2000 на 42 минуте это немного. Эра на топ-лейне. Фарм ему обеспечен. Команда Клауд Найн решила заходить на Хэкграунд. Нет до сих пор у Фантом Лансера никаких дополнительных бустов по ХП. Пэлу не лишний никогда не бывает Тараска. Зато есть Алтимейт Орб. Я так понимаю, в линку будет выходить у нас Фантом Лансер, скорее всего. Вон Севена Хекс есть. Фантом Лансер в линку, чтобы не били сильно по голове. Тернал Энви. Иди ты первый. Отправь иллюзии или что-то сделай. Ну вот иллюзии вроде пошли на Хэграунд. Бараки по-прежнему стоят. Только один еще барак на топ-лейне. Это оранжевой барак, который очень быстро рассыпется. Если вдруг команда НИП хотя бы вдвоем или втроем сольется. Трутся здесь на Хэграунде. Игроки команды Клауд Найнс переживают. Гонусом Фан практически без маны у нас остался. Еще иллюзии пошли от Фантом Лансера. И туда, вперед, на Эру. Эру будут пытаться засловить. Здесь Эра практически без ХП. Эр. Тернал Энви. 21 левел. Почти 22. Иллюзии сносят всю линию. Команда НИП почти полностью здесь. На своем лоу-граунде. В это время Лимп пошел в собственный лес. Как можно подальше поформить. Гонусом Фан агрит на себя иллюзии. Все. Без маны вообще здесь Акс. Теперь на Эру переключаются иллюзии. Будут бить его. Пока можно бить, будут бить Эру. Еще иллюзии на него. Акс пошел агрить на себя Фантом Лансера. ПЛ живи. Выходит через Статик Шторм Кенетик Филд. ПЛ у нас и выйдет Глимс. Дальше за ним Зевс ульт. Еще и Рефрешер. И еще один ульт. Пока что заагрился на Гонусом Фана. Не за эту ульту у нас Фата. Еще одна ульта минус Акс. Минус Зевс в итоге. Один подрались. Выкупается Тролль Варлорд. Или кто? Или Хускара. Или кто там выкупился. Я так и не понял. Нет, мне показалось. По-моему, никто не байбэкнулся. Клауда здесь. Скорее всего, все и останутся. Биг Дэди разваливается. Эра начинает у нас пихать. Очень жестко. Феникс от Тролль Варлорд забирает данный фраг. Все очень сильно биты со стороны команды Ниндзи в пижамах. А у Клаудов четверых героев просто-напросто нет. ПЛ чудом уцелел. 3200 есть для Этернал Ленви на данный момент. Альтимейт Орб уже в руках у Фантом Лансера. Скади есть. Манта Стайл есть. В принципе, все. Куда еще девать? Линкен Сфера и Шива. Шива имеется тоже. Все артефакты с наличием алтимейт Орба у нас имеются для Фантом Лансера. Еще один Скади для Бэйла. Этернал Энви. Ужас. Просто страх и ужас. Два Скади для Фантом Лансера. Это же Скадж полнейший. Это хардкор от команды Клауд Найн. Ладно, 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 ладно. Этернал Энви. Так смотрится отлично просто. По глазу на каждую половину и пошли разваливать команду НИП. По золоту. Клауда выигрывают 11 тысяч по экспириенсу. Они проигрывают порядка... Порядка трех тысяч. Развалили Скайра Смага. Ульта пошла от Зевса. Рефрешер еще 60 секунд не будет. Лимп от БКБ. Этернал Энви должен вгрызаться здесь в лимпах. Сагрит на себя пустоту. Бежит у нас Фантом Лансер. И что? Его убивают. НИПы давят команду Клауд Найн. Бон Севен поднимает здесь ветра Юнусом Фана. Ну и агрит на себя Юнусом Фан Бон Севена. Каллин Глейд по голове. Минус 4 делает команда НИП. По итогам этого файта просто жуть, как много заработали НИПы. 3000 себе положили в копилку и 200 забрали у команды Клауд Найн. И 7500 в пользу команды НИП по экспириенсу. Ну что, в это время у нас крипы начинают грызть Энж. Трон, потому что нет Т4 уже давно. Тут Фантом Лансер постарался. Нет мидлейна, нет топ-линии у команды Ниндзи в пижамах. Попробую закамбетч с таким там положением вещей. У Эры 9-3-10. Вроде бы неплохо, а с другой стороны можно было и получше. Сатаники есть, Йогнир есть для Эры. 2600 хп это при выключенном армлете. Ну Тараску надо покупать, я думаю. Хотя куда ей удевать Тараску? Просто некуда. Армлет разве что выложить и на его место положить хартов Тараск. На Арашана выходит команда Ниндзи в пижамах. Клауда не знают этого, или не хотят знать этого. Эра в это время убивает у нас Зевса. И это гадлайк уже для Эры. Хускар ожил. Как хорошо все у Хускара складывается. 10-3 для Эры. Эхо слэм от Ноутейла. Попробуй развали этого Эру. Нет, можно, 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 можно убивать у нас Эру. Байбэк у него если что есть, но с него поимели очень много денег. 990 фандом лансер забирает в данном файте. Йоносом Фан агрит на себя Биг Дэдди. Каллинг Бейт по голове. Минус 2 уже сделали Нипэ. И. Пэйл скорее отсюда бежать. Нужно еще один Скади. Слишком мало. Ну что, Фантом лансер тем не менее потихонечку, по кусочку отрывает куски от команды. Базы команды Ниндзи в пижамах, то через Доппельгангер, то через Мантостайл постоянно пушатся от любая из линий. Там где Пэйл там и пушатся. Лим практически без маны у нас уже здесь. Арсилки, да, развалили Минус 2 делает команда НИП в данном файте Фантом Лансер агрится на Акса И, скорее всего, Этернал Энви умрет здесь Да, умирает Этернал Энви, команда Клауд Найн должна отходить За Йонусом Фана пошла дальше погоня у Фаты Есть демэдж Минус 5 делает команда НИП Правда, сбивает только Эггис лимпу И лимпа, как же сильно отсюда гонят лимпа Кто это? Это иллюзии Фантом Лансера Как они мощно вообще движутся Зевс разваливает роль Варлорда Боун Севен на хайграунде Мизери на хайграунде Эра прыгает у нас на Боун Севена Боун Севен себя в ветра Мизери на лоу ХП Эра Боун Севен отсюда валить быстрее Пэйл выкупается, есть Бутс оф Тревел Уже здесь Пэйл Пэйл просто идет на сторону и будет ее убивать Нет глифа у команды Ниндзи в пижамах Это минус Бараки, скорее всего, минус вся игра Эра на лоу ХП, но здесь просто огромное количество иллюзий Фантом Лансера от Клауд Найн ГГВП Поздравляем команду Клауд Найн Они выигрывают данную катку И отправляются файтиться против коллектива Сикрет В Гранд Финале Ну что, услышимся через 2-3 минуты Пока что небольшая пауза Совсем чуть-чуть, небольшой перерыв И врываемся на Гранд Финал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok